Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Абиев Аманжол, и я рад приветствовать вас на канале Литературного клуба 451 градус, в рубрике «Дневник продавца книг». Сегодня мы с вами обсудим такие вопросы, как «Что читает современная молодежь?» «Почему люди стали реже покупать книги?» И обсудим перспективы современных писателей. Что читает молодежь? Бытует мнение, что наша молодежь не читает, а если читает, то лишь новости и юмористический контент. Это можно оспорить, поскольку многие из них читают прекрасную классическую литературу, сопереживая любимым персонажам. С головой окунаются в мир фэнтези или антиутопии. Да также молодежь читает множество всевозможных блогов, твитов и заметок. Но это течение времени, это современные способы получения информации, и они занимают важную роль на сегодняшний день. Почему люди стали реже покупать книги? Еще совсем недавно нельзя было представить себе поездку на поезде или перелет на самолете без любимой книги или журнала. На сегодняшний день востребованность в настоящей книге стремительно падает. На это есть свои причины. Зачем везти с собой лишний груз в виде книги, если его можно заменить современными гаджетами? Да, это прибавляет удобства, ведь с обычной электронной книги можно заменить десяток другой настоящих книг. Но что же все-таки лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа. Кто-то жить не может без запаха старых книг, без шелеста перевернутой страницы или постоянного пополнения своей домашней библиотеки. А кому-то удобнее читать все в электронном формате, либо прослушать аудиокнигу. Очевидно, минусы есть и там, и там. Перспективно ли быть современным писателем? Хотелось бы поговорить и о том, что на сегодняшний день есть очень много людей, которые пишут свои блоги, ведут свои твиттер и прочие публичные заметки, но к большому сожалению, лишь единицы из них могут грамотно выражать свою мысль. Все они в каком-то роде писатели. И грустно то, что многие люди и вправду принимают их творчество как искусство, не замечая действительно талантливых молодых авторов, которые вкладывают очень много своих сил, времени и средств на то, чтобы издать свою книгу. Я не говорю об авторах с мировым именем. У них есть своя аудитория, которая тоже нарабатывается годами. Что делать этим незамеченным, малоизвестным и нераскрученным авторам? Этими словами я бы хотел призвать людей научиться правильно фильтровать достойное внимание творчества. А что больше нравится тебе? Чем ты увлекаешься? Как проводишь свободное время? Пиши в комментариях, подписывайся на канал, ставь палец вверх, если согласен с нашим мнением. 451 градус. Мы любим читать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...